На пути к своему успеху Тимуджин несколько раз испытал на себе предательство своих родственников, в числе которых были его дяди и двоюродные братья. Но ни один из подчиненных Тимуджина ни разу не предал его. Это уникальный случай в истории, и он доказывает великий дар Тимуджина, который сам вырос на лошади в открытой степи. Находить преданных ему людей и назначать их на нужные посты. Чингисхан Главный руководитель проекта Джан Гуамин Идея Гэцзян Сценарии Шу Чжи Сянь и Чжу Яутин В главных ролях Бан Лин Са Жень Гауа Чжао Хэн Цюань Главный оператор Гэ Житу Постановка трюков Цзэ Вэй Чун Музыка Джан Чаньи Главный продюсер Батыр Режиссер Чжу Вэй Цзэ Одиннадцатая серия Сарган Шера Ты убедил меня перейти на службу к Тимуджину. Но ведь это я ранил его в шею. Сможет ли он простить мне это? Я привяжу твои руки к Луку. Увидев это, он должен простить тебя. Не нужно. Прости нас. Прости нас. Прости. Прости нас. Я, Тимуджин, всегда держу свои обещания. Отныне вы все равны с моими монголами. Все вы мне родной народ. Спасибо, хан. Спасибо, хан. У Тай Чжиудов был меткий лучник. Он чуть не убил моего генерала Баорчу. А несколько дней назад он пострелил мне шею. Где этот негодяй? Здесь. Негодяй, почему не преклоняешь калена перед ханом? Куй, дядя! Куй! Хан, это я едва не убил твоего генерала Баорчу. В шею тебя ранил я. Если хан хочет моей смерти, я умру без сожаления. Но если хан подарит мне жизнь, я буду служить великому хану до последнего своего вздоха. Тресины и топи пройду я. С налету камень пробью. Ты настоящий воин. Не пытался скрыть от меня правды и ответил за свои поступки. Хан, стрела пущенная, Джир Хоу Даем всегда попадает в цель, но последние два раза он промазал. Отныне ты мой личный лучник и всегда должен находиться возле меня. Ты будешь поражать моих самых опасных врагов. Отдам жизнь за хана. Пусть именем твоим станет имя Лука Джебе. Спасибо, хан, за то, что дал мне новое имя. Поднимайся, Джебе. Сарган Шера? Да. Где твой сын, дочь и зять? Они там впереди. Веди меня к моим добрым спасителям. Челаун, ты и твой отец у оболгуны. Разве не ты говорил, что если мы не будем сопротивляться и сдадимся Тиму Джину, Тиму Джин не заберет, наших жен не будет нас грабить. Почему же тогда Тиму Джин захватил мою повозку и мою жену? Отпусти меня. Слушайте, если только мы не будем сопротивляться и сдадимся Тиму Джину, никто не посмеет забрать наших жен и детей, никто не посмеет грабить нас. Слушайте, это он сам сказал вчера моему отцу, и никто не смеет ослушаться приказа Тиму Джина. С древних времен в степи победитель забирал у побежденного все, а те, кто оказывают сопротивление, должны быть немедленно убиты. Убейте его. Убейте. Шалуту! 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 Эта женщина не дурна. Я заберу ее. Убейте ее. Шалуту! 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 Отпустите меня! Отпустите! 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 Отпустите меня! Отпустите! Хедан! Отпустите меня! Отпустите! Хедан! Отпустите! Отпустите ее! Отец! Шалуту убили, а сейчас они хотят убить брата! Что? Хан! Джалме! Мухали! Здесь! Поезжайте к Сарганшира, и чтобы не случилось, найдите Чалауна и приведите его ко мне! Есть! Хедан! Хедан! Неужели это ты? Хедан! 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 Нет, не надо! Ты мой добрый спаситель! Твои колени благородны! Отныне не преклоняй передо мной колени! Вставай, Шал! Хедан! Ты только что сказала, что убили Шалуту! Кто это? Он был моим мужем! Он погиб не в сражении! Он погиб от того, что ты не сдержал своего слова! Поехали! Хан! 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 Моего взятя убили! Если бы мы чуть-чуть задержались, они бы убили моего сына! Почему? Почему они хотели убить вас? Когда отец вчера вечером вернулся в лагерь, он попросил нас передать всем, что если они согласятся, не оказывать сопротивления и сдаться Хану, тогда Хан не будет забирать у нас жен и грабить нас! Но эти люди разграбили простых Тэджиудов! Я с братом моей сестры пытался образумить их, но они сказали, что они люди Доритая, и они хотят настроить Тэджиудов, чтобы мы снова восстали против Хана! Кто посмел нарушить мой приказ? Мухали! Почему ты не перевел ко мне этого чертова наглеца? Хан! Они люди твоего дяди Доритая! Чу! Тиму Джин, что ты собираешься делать? Чего вы еще ждете? Эй, что вы делаете? Не дергайся! Тиму Джин, я твой дядя! Ты должен знать, я твой дядя! Сегодня я преподам тебе урок, который ты должен запомнить Я твой хан Хан, который держит каждое свое слово и которому ты должен подчиняться Отпустите меня! Отпусти меня! Тиму Джин! Я твой дядя! Отпустите меня! Тиму Джин! Я твой дядя! Проходи Хэдаан 23 года назад Даргутай поймал и привез меня в племя Тайджиудов И уже собирался возложить мою голову на алтарь Вы с отцом, рискуя собственной жизнью, спасли меня Именно благодаря вам Я, Тиму Джин, смог сегодня достичь всего этого Я не отблагодарил вас За ваш добрый поступок Сегодня мои люди по ошибке убили твоего мужа, Хэдаан Я очень виноват перед тобой Тиму Джин Хэдаан Не прибавляй моей печали своими слезами Обещай, что забудешь сегодняшнее несчастье Я смогу сделать тебя счастливой Ты будешь наслаждаться своим высоким положением И всеми благами, которые захочешь У меня немного богатства Нет У тебя много богатства Я дам его тебе, и оно у тебя будет Хэдаан, не стоит этого делать Не стоит Хэдаан, разве ты забыла, как 23 года назад мы с тобой прятались в ворохе овечьей шерсти и день и ночь? Как я могу забыть? В то время у меня не было ничего Я был гол, словно опавший лист И жизнь моя постоянно находилась под угрозой Ты была первой женщиной С которой я был так близок Ты прижимала меня к своей груди Чтобы успокоить мое бешено колотившееся сердце Я никогда не забуду этого Я не забуду твои чистые и искренние чувства Никогда Правда Правда Обещай мне Забыть сегодняшнее несчастье и остаться со мной Позволь мне отплатить тебе за твою доброту Тиму Джин Нет, Хан Почему, Хэдаан? Хан Еще 23 года назад Хэдаан сказала Что даже и не надеется Стать твоей женой Чепуха Я возьму тебя в жены Прямо сейчас Сейчас же Нет Я Хан И никто не смеет мне перечить Если ты мне нравишься Значит я возьму тебя в жены Нет Нет, Хан У меня есть лишь одно желание Я буду твоей служанкой Все оставшуюся жизнь Нет Ты будешь моей женой Нет Служанка не смеет Позволь мне удалиться Хэдаан Не оставляй меня Ты мне нужна Я поставлю юрту у шатра Хана Если Хану понадобится его служанка Просто отправь за мной кого-нибудь Только у меня есть одна просьба Говори Я прошу отпустить Хана Доритая Я не хочу, чтобы у тебя с дядей из-за меня возник конфликт Нет Я схватил его потому, что он посмел ослышаться меня Своего Хана Но его ошибка произошла из-за меня Даже если он и заслуживает наказания Люди будут говорить, что ты сделал это только для того, чтобы отплатить мне за то, что когда-то я спасла тебе жизнь Поэтому прошу тебя, отпусти его Ладно, я отпущу его Спасибо, Хан А теперь позволь мне удалиться Субутай Здесь Пойди освободи Доритая Есть Хан Двое Тайджиудов просит встречи с тобой Один пришел вчера, а другой сегодня утром Говорят, у них важная информация о Доритая Хорошо, приведи их Есть Вы хотели видеть меня? Что хотите сказать? Я пришел, чтобы просить о наказании Хан, я пришел просить награды Тогда пусть сначала скажет тот, кто просит о наказании В чем твоя вина? Когда люди Доритая один за другим ушли от него, я помог ему выбраться из окружения армии киятов Если ты так предан ему, то зачем ты пришел ко мне? Доритая Это жалкий самолюбивый человек, который не заслуживает моей преданности Я спас его, потому что не хотел предать своего хозяина Хан, ты же настоящий герой степи, которым люди восхищаются Поэтому, хотя моя жизнь под угрозой, я пришел к тебе Как тебя зовут? Ная Ты не знал, что мы с Таргутаем здейшие враги? Знал Еще бы ты не знал Пусть теперь говорит тот, кто пришел за наградой Хан Вот голова Таргутая Да, его голова Как тебя зовут? Я... Туа-дуа Да, я Туа-дуа Ты еще живешь? Нет, Хан, я хочу сказать тебе кое-что Говори 30 лет назад Таргутай заставил меня уйти с ним И у меня не было выбора, поэтому я оставил госпожу Айлун и Хана Таргутай – источник зла Поэтому, когда этот чертов Ная отпустил Таргутая, я схватил и убил его Я отомстил за Хана За госпожу Айлун и за Ясугая Прошу Хана с учетом моих заслуг пощадить меня Хан, это он убил моего дедушку Чарха Ты должен отомстить за меня Убить его Туа-дуа Я убью тебя не за то, что помогал Таргутаю и почти уничтожил меня А потому, что ты сначала предал своего вождя, моего отца А в этот раз ты еще и предал своего хозяина Таргутая Вытащите его наружу Хан, позволь мне убить этого злодея Хан Вытащите его отсюда Хан, 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 Хан Ная Ная, Хан А ты можешь оставаться у меня? Будешь моим нукером? Отец, он помогал твоему кровному врагу Таргутаю, как ты можешь доверять ему? Он даже Таргутая не стал предавать Как же он может предать меня? Хан Продолжение следует... Прижим! Бежим! Чамуха, тебе некуда бежать. Сдавайся. Вечное небо выбрало мне эту узкую долину, чтобы я встретил здесь свой конец. Я могу сдаться, но при условии, что вы передадите меня Тимуджину. Пусть мой побратим решит, как я должен умереть. Хорошо. Ты ведь тоже считаешься героем степей, поэтому мы, конечно, выполним твою последнюю просьбу. Тимуджин, вождь Унгератов сдался племени Киятов. Если буду жив, я буду рад помочь тебе. Спасибо. Борте очень по вам скучает. Ты хорошо заботишься о Борте. К тому же у нее четыре хороших сына, поэтому я теперь спокоен. Берегите себя. Чагатай, Толуй, вы возвращаетесь на реку Анон. Да, отец отправил нас с Толуем назад позаботиться о матери и бабушке. Передайте Борте, что я по ней очень скучаю. Мы с бабушкой каждый день молимся о ее благополучии. Спасибо, дедушка. Я обязательно передам ей. Хорошо. Мне пора. Хан! Хан Тимуджин, мы уничтожили Джардаранов. Где Джамуха? Он там, позади. Он сказал, что он хочет, чтобы ты сам его наказал. Лошадь мне. Лошадь мне. Лошадь мне. Джамуха, ты еще помнишь, скольких моих людей ты убил в битве 13 крыльев? Тимуджин, а ты еще помнишь, что это я возглавил объединенную армию и повел ее на меркитов и вернул твою жену, которую украл Челегер? В этот раз ты тоже возглавил объединенную армию с нашими заклятными врагами меркитами и татарами и повел ее на своего побратима. Трижды побратима. В прошлый раз ты не посмотрел, что я твой побратим. Убил моего брата лишь из-за каких-то лошадей и по ошибке раненых слуг. В тот момент ты тоже помнил, что мы с тобой трижды давали клятву побратим. Ладно, хватит спорить. Я теперь в твоих руках, и ты можешь убить меня. Тимуджин, смотри. Я всегда носил этот костяной амулет, который ты подарил мне, когда мы давали клятву друг другу в верности. Теперь же пусть моя кровь окропит этот символ нашей дружбы. Хорошо. Давай забудем и дружбу, и ссору, и доброе, и зло между нами. Отныне давай не будем врагами друг другу. Джахебуган, отвези его к хану Таарилу. Пусть он хорошо позаботится о нем. Есть, хан. Поехали. Хан, мы не можем оставить в живых Джамуху. Отец, убей его. Хан, этот Джамуха дважды объединял против тебя твоих врагов и хотел уничтожить тебя. Да, хан, Джамуха мелочный, жестокий человек. Он не из тех, кто отблагодарит тебя за милосердие. Как только у него появится возможность, он снова выступит против тебя. Довольно. Джамуха помог мне в трудные времена. Я не могу его убить. Отец, дядя Джахебуган вернулся. Брат мой сын, Тимуджин, убил Джамуху? Нет. Что ж, мой Бог Иисус защищает его. Если он не хочет, тогда я сам сделаю это. Тимуджин просил передать, что Джамуха его побратим, и он помог ему. Тимуджин надеется, что хан Таарил примет Джамуху и будет хорошо относиться к нему. Вот чего я действительно не ожидал. Отец, если Тимуджин притворяется добрым, тогда почему мы должны вести себя как злые? К тому же Джамуха талантлив и может пригодиться нам в нашей борьбе за власть над степью. Оставим его у себя, пусть он служит нам. Однако, этот Джамуха очень честолюбив. Надеюсь, что хан не назначит его на высокий пост. Я разбил его, когда он был с многотысячной армией. Сейчас же у него лишь рот и язык. Не беспокойся, дядя. Разве Тимуджин не просил нас хорошенько отнестись к нему? Будем давать ему хороший корм каждый день. Главное, не давать ему командовать воинами. Как бы он ни старался, он может стать разве что гурханом Атары Овец. Хан, ты собираешься через несколько дней напасть на татар? Я же сначала хочу поехать с отцом к реке Анон, повидать борты и Айлун. Зачем? Потому что мой отец уже стар и более не сможет сопровождать хана в его битвах. Я спросил, почему ты хочешь ехать туда? Я? Почему для тебя так трудно быть вместе со мной? Хедан, будь моей женой. Нет, я твоя служанка. Опять ты за старая. Разве 23 года назад я не обещал жениться на тебе? Если бы 23 года назад, я бы могла, но сейчас не могу. Почему? Потому что я стара. Я не смогу подобно молодой и красивой жене сделать тебя счастливым. Это лишь отговорка. Все, что я говорю, правда. Хорошо, довольна. Хан, тебе нужно жениться. Я знаю, у тебя в сердце горечь. С тех пор, как Меркиты украли борты и родился Джачи, в твоем сердце постоянно горечь. Как бы тебе сказать? Я постоянно говорю себе, Джачи мой сын. Я должен любить Джачи, любить борты. Поэтому я стараюсь быть нежным и заботливым по отношению к ней. Я знаю, мой отец был только вождем, но и у него была вторая жена. Я же уже хан, и мог бы иметь больше жен. Но я стараюсь подавить это желание, чтобы борта не подумала, что я к ней охладел. Хан, я женщина, и я знаю. Если борта почувствует, что твои чувства к ней уже не те, что были раньше, ей будет очень больно. Но у меня нет другого выхода. Хотя ты и не можешь сделать борты счастливой. Оставь ей самые высокие почести, а сам женись на своих наложницах. Тебе нужна женская ласка и тепло, чтобы согреть твое замерзшее сердце. Борты должна понять это. Старый лагерь племени Киятов на реке Анон. Вы должны распределять усилия равномерно, иначе толщина войлока будет разной. Где-то толстой, где-то тонкой. Этот волок для тебя, Дулей. У нас осталось еще масло? Нет, больше нету. Сходи, принеси еще. Хорошо. Забота о подежде, Джо Чи, все еще лежит на тебе. Ты? Чилигер? Да. Зачем ты пришел? Я пришел посмотреть на своего сына. Что? О чем ты говоришь? Я пришел посмотреть на своего сына, Джо Чи. Он не твой сын. Он сын Тимуджина. Он мой сын. Уходи. Борте. Убирайся. Борте. Госпожа, что случилось? Уберите отсюда этого человека. Да. Пошли. Пошли. Борте. Борте. Я вернусь и найду тебя. Я еще вернусь посмотреть на моего сына, Борте. Мама. Мама. Чагатай. Талуй. Мама. Мама. Чагатай. Талуй. Мама. Почему вы вернулись? Отец беспокоится о тебе, и он отправил нас с Талуем к тебе, чтобы мы побыли с тобой. Как ваш отец? Он в порядке. Мама, а кто был тот человек? А, он украл мое позолоченное седло. Что? Я убью его. Нет, Чагатай. Забудь. Пусть он уходит. 1202 год. Тимуджину 40 лет. В 1202 году войска Тимуджина готовились к решающей схватке с татарами. Брат, накружили всех татар. Жаленбухэ не уйти. Отлично. Четверо моих братьев и четверо приемных сыновей моей матери потрудились на славу. Сейчас пришло наше время. Тигр ранен, но он по-прежнему опасен и может броситься на людей. Мы не должны недооценивать нашего врага. Наше войско должно действовать организованно. Никому не позволено заниматься разбоем после сражения. Все трофеи будут честно распределены среди всех. Если врагу удастся отбить атаку и отбросить нас на начальной позиции, ни в коем случае нельзя отступать дальше наших начальных позиций. Кто будет уличен в разбое, будет наказан. Кто не займет свое первоначальное место, будет наказан. Всем понятно? Мы выполним приказ Хана. Хорошо. Сейчас все ешьте досыта, пейте сколько надо. Хорошо выспитесь. Завтра утром выступаем. Брат, ты сегодня часовой? Хедан. Я хочу попросить тебя об одном одолжении. В чем дело? Пойдем, отойдем. Ты проезжай. В чем дело? Завтра, когда Хан поведет войско в наступление, смотри внимательно. Если найдешь молодых красивых девушек, приведи их к Хану. Этого хочет Хан? Нет, этого хочу я. А это хорошо? Брат, делай, как я говорю. Да. Монгольский воин. В результате решающей битвы при Кирулене племена Джардаранов и Тайджиудов были полностью уничтожены. Вождь Меркитов Тохтаабеки бежал с горстка людей на восток озера Байкал. Унгераты сдались нам. Теперь нам только угрожают татары. Двое наших братцов были убиты татарами. В этот раз мы должны полностью уничтожить их. По коням. Сабли на голо. Сабли на голо. Под нашим знаменем Сулунгуна. Под нашим знаменем Сулунгуна. Отомстим за наших отцов и завоюем степь. Отомстим за наших отцов и завоюем степь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три дня продолжалось решающее сражение с татарами. Татары понесли огромные потери. Тимуджин одержал полную победу. А вождь татар Жалинбухе с горсткой людей не более ста человек бежал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отец, твой сын вынужден отправиться к тебе из-за человека, который носит твое имя. Возможно, потому что у него твое имя. Враги бегут от него в ужасе, а он оставляет после себя лишь горы трупов татар. Не вини меня, отец. Я не могу видеть полное истребление татар. Прошу тебя, прими меня к себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Жизнь моя началась с чаши отравленного вина. Так пусть же чашей отравленного вина она и закончится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Жизнь моя началась с чашей отравленного вина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дорогие гости из далекого края, осушите чашу этой замечательной, молочной, водки. Чувство, сокрытое внутри этой чаши, глубже любого озера. Это вино взволнует до глубины, но не опьянит. Хозяину дома радостно, когда его гостю хорошо. Мне хочется рассказать о многом, но я не нахожу нужных слов. Выпей кровь и слезы сиротки. Кровь за кровь. Доброе утро. Вождь татар – Якичелян. Он умер. Наш отважный вождь Жалинбухе покинул нас. Он ушел в поисках своего покоя. Монголы! Монголы! Всем без паники. Мы будем сдаваться. Комната гусята. Быстрее! Окружайте их! Всем не двигаться! Не двигаться! Иди! Быстрее! Иди быстрее! 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 Давай быстрее! Хан? Где Хучар? Алтан, Доритай? Доритай легко ранен. Алтан и Хучар отпустили своих воинов на разбой. Поехали со мной посмотрим. Возьмем на всякий случай побольше людей. Стоять! Стоять! Хан приехал. Брат Хучар, дядя Алтан, я ведь говорил перед началом сражения, чтобы никому не заниматься разбоем и что все трофеи будут поделены поровну. Разве вы не слышали этого? Я слышал. Тогда почему не выполнили приказ? Потому что это неправильно. Если запретить брать трофеи женщин, кто же будет тогда сражаться? Разве я уже не говорил, что трофеи будут распределяться поровну после сражения? Сражения и кровь проливаются не поровну. Так почему же трофеи должны делить поровну? Почему ты не сказал об этом сразу же? А ведь ты нас не спрашивал? Хучар, Алтан, пусть вы тысячу раз правы, но вы, занимаясь во время сражения разбоем, позволили вырваться из нашего окружения вождю татар Желинбухэ. Разве по военному закону вы не заслуживаете наказания за это? Ты... Чего ты хочешь? Вы все давали клятву, когда я стал халом. Хан, это моя вина, что Желинбухэ удалось уйти. Прошу тебя, не забывай, что у нас с тобой общий дед. Не убивай меня, как ты убил Сачабике. Хан Тимуджин, я оставил Джамуху и пришел к тебе в самое тяжелое для тебя время. Если ты отпустил Джамуху, почему бы тебе не отпустить и меня? Уходите. Вы все уходите, я не хочу вас больше видеть. Тимуджин, ты еще заплатишь нам за сегодняшнее. Завтра, когда хан поведет войско в наступление, смотри внимательно. Если найдешь молодых красивых девушек, приведи их к хану. Этого хочет хан? Нет, этого хочу я. А это хорошо? Брат, делай, как я говорю. Да. Монгольский воин. В результате решающей битвы при Керулене племена Джардаранов и Теджиудов были полностью уничтожены. Вождь Меркитов Тохтаабеки бежал с горстком идей на восток озера Байкал. Унгераты сдались нам. Теперь нам только угрожают татары. Двое наших праотцов были убиты татарами. В этот раз мы должны полностью уничтожить их. По коням! Сабли на голову! Сабли на голову! Под нашим знаменем Сулунгуна! Под нашим знаменем Сулунгуна! Отомстим за наших отцов и завоюем степь! Отомстим за наших отцов и завоюем степь! Субтитры создавал DimaTorzok В КрIST. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Три дня продолжалось решающее сражение с татарами. Татары понесли огромные потери. Тимуджин одержал полную победу. А вождь татар Жалинбухе с горсткой людей не более ста человек бежал. Тимуджин, я пришел посмотреть на своего сына. Что? О чем ты говоришь? Я пришел посмотреть на своего сына Джачи. Он не твой сын. Он сын Тимуджина. Он мой сын. Уходи. Борте. Убирайся. Борте. Госпожа, что случилось? Уберите отсюда этого человека. Да. Пошли. Пошли. Борте. Борте. Я вернусь и найду тебя. Я еще вернусь посмотреть на моего сына Борте. Мама. Мама. Чагатай. Талуй. Мама. Мама. Чагатай. Талуй. Мама. Почему вы вернулись? Отец беспокоится о тебе, и он отправил нас с Талуем к тебе, чтобы мы побыли с тобой. Как ваш отец? Он в порядке. Мама. А кто был тот человек? А. Он украл мое позолоченное седло. Что? Я убью его. Нет. Чагатай. Забудь. Пусть он уходит. 1202 год. Тимуджину 40 лет. В 1202 году войска Тимуджина готовились к решающей схватке с татарами. Брат, мы окружили всех татар. Жалин Бухэнь уйти? Отлично. Четверо моих братьев и четверо приемных сыновей моей матери потрудились на славу. Сейчас пришло наше время. Тигр ранен, но он по-прежнему опасен и может броситься на людей. Мы не должны недооценивать нашего врага. Наше войско должно действовать организованно. Никому не позволено заниматься разбоем. После сражения все трофеи будут честно распределены среди всех. Если врагу удастся отбить атаку и отбросить нас на начальной позиции, ни в коем случае нельзя отступать дальше наших начальных позиций. Кто будет уличен в разбой и будет наказан. Кто не займет свое первоначальное место, будет наказан. Всем понятно? Мы выполним приказ Хана. Хорошо. Сейчас все ешьте досыта, пейте сколько надо. Хорошо выспитесь. Завтра утром выступаем. Брат, ты сегодня часовой? Хедан. Я хочу попросить тебя об одном одолжении. В чем дело? Пойдем, отойдем. Завтра, когда Хан поведет войско в наступление, смотри. Завтра, когда Хан поведет войско в наступление, смотри. Завтра, когда Хан поведет войско в наступление, смотри. После огромной потери, Тимуджин одержал полную победу. А вождь татаржа Линбухе с горсткой людей не более ста человек бежал. Отец, твой сын вынужден отправиться к тебе из-за человека, который носит твое имя. Возможно, потому что у него твое имя. Враги бегут от него в ужасе. А он оставляет после себя лишь горы трупов татар. Не вини меня, отец. Я не могу видеть полное истребление татар. Прошу тебя, прими меня к себе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отравленного вина она и закончится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отпустите меня! Отпустите! 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 Отпустите меня! Отпустите! Хедан! Хедан! Отпустите меня! Отпустите! Хедан, отпустите! Отпустите её! Отец! Шалуту убили, а сейчас они хотят убить брата! Что? Хан! Джалме, Мухали, здесь. Поезжайте к Сарганшира, и что бы ни случилось, найдите Чалауна и приведите его ко мне. Есть! Хедан! Хедан, неужели это ты? Хедан! Хан! Нет, не надо! Ты мой добрый спаситель! Твои колени благородны! Отныне не преклоняй передо мной колени! Вставай, Шалмар! Хедан, ты только что сказала, что убили Шалуту. Кто это? Он был моим мужем. Он погиб не в сражении. Он погиб от того, что ты не сдержал своего слова. Поехали! Хан! 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 Моего взятия убили. Если бы мы чуть-чуть задержались, они бы убили моего сына. Почему? Почему они хотели убить вас? Когда отец вчера вечером вернулся в лагерь, он попросил нас передать всем, что если они согласятся, не оказывать сопротивления и сдаться Хану, тогда Хан не будет забирать у нас жен и грабить нас. Но эти люди разграбили простых Теджиудов. Я с братом моей сестры пытался образумить их, но они сказали, что они люди Доритая, и они хотят настроить Теджиудов, чтобы мы снова восстали против Хана. Кто посмел нарушить мой приказ? Мухали! Почему ты не перевел ко мне этого чертова наглеца? Хан! Они люди твоего дяди Доритая. Тьяму Джин, что ты собираешься делать? Чего вы еще ждете? Эй! В прошлый раз ты не посмотрел, что я твой побратим. Убил моего брата лишь из-за каких-то лошадей и по ошибке раненых слуг. В тот момент ты тоже помнил, что мы с тобой трижды давали клятву побратим. Ладно. Хватит спорить. Я теперь в твоих руках, и ты можешь убить меня. Тьяму Джин, смотри. Я всегда носил этот костяной амулет, который ты подарил мне, когда мы давали клятву друг другу верности. Теперь же пусть моя кровь окропит этот символ нашей дружбы. Хорошо. Давай забудем и дружбу, и ссору, и доброе, и зло между нами. Отныне давай не будем врагами друг другу. Джахебуган, отвези его к хану Таарилу. Пусть он хорошо позаботится о нем. Есть, хан. Поехали. Хан, мы не можем оставить в живых Джамуху. Отец, убей его. Хан, этот Джамуха дважды объединял против тебя твоих врагов и хотел уничтожить тебя. Да, хан. Джамуха мелочный, жестокий человек. Он не из тех, кто отблагодарит тебя за милосердие. Как только у него появится возможность, он снова выступит против тебя. Я довольна. Джамуха помог мне в трудные времена. Я не могу его убить. Отец, дядя Джахебуган вернулся. Брат мой сын Тимуджин убил Джамуху? Нет. Что ж, мой бог Иисус защищает его. Если он не хочет, тогда я сам сделаю это. Тимуджин просил передать, что Джамуха его побратим, и он помог ему. Тимуджин надеется, что хан Тарил примет Джамуху и будет хорошо относиться к нему. Вот чего я действительно не ожидал. Отец, если Тимуджин притворяется добрым, тогда почему мы должны вести себя как злые? К тому же Джамуха талантлив и может пригодиться нам в нашей борьбе за власть над степью. Оставим его у себя, пусть он служит нам. Однако, этот Джамуха очень честолюбив. Надеюсь, что хан не назначит его на высокий пост. Я разбил его, когда он был с многотысячной армией. Монголы! Всем без паники, мы будем сдаваться. Быстрее! Окружайте их! Всем не двигаться! Не двигаться! Быстрее! Иди быстрее! 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 Давай быстрее! Хан? Худе Хучар, Алтан, Доритай. Дорита легко ранен. Алтана и Хучар отпустили своих воинов на разбой. Поехали со мной посмотрим. Возьмем он всякий случай побольше людей. Стоять! Стоять! Хан приехал! Брат Хучар, дядя Алтан, я ведь говорил перед началом сражения, чтобы никому не заниматься разбоем, и что все трофеи будут поделены поровну. Разве вы не слышали этого? Я слышал. Тогда почему не выполнили приказ? Потому что это неправильно. Если запретить брать трофеи женщин, кто же будет тогда сражаться? Разве я уже не говорил, что трофеи будут распределяться поровну после сражения? В сражении кровь проливается не поровну. Так почему же трофеи должны делить поровну? Почему ты не сказал об этом сразу же? А ведь ты нас не спрашивал? Хучар, Алтан, пусть вы тысячу раз правы, но вы, занимаясь во время сражения разбоем, позволили вырваться из нашего окружения вождю татар Жеринбухе. Разве по военному закону вы не заслуживаете наказания за это? Ты... Чего ты хочешь? Вы все давали клятву, когда я стал ханом. Хан, это моя вина, что Жеринбухе удалось уйти. Прошу тебя, не забывай, что у нас с тобой общий дед. Не убивай меня. Отпустите! Хедан! Отпустите меня! Отпустите! Хедан! Отпустите! Отпустите ее! Отец! Шалуту убили, а сейчас они хотят убить брата. Что? Хан! Джалме! Мухали! Здесь! Поезжайте к Сарганшира, и чтобы не случилось, найдите Челауна и приведите его ко мне. Есть! Хедан! Хедан! Неужели это ты? Хедан! 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 Нет, не надо! Ты мой добрый спаситель! Твои колени благородны! Отныне не преклоняй передо мной колени! Вставай же! Хедан, ты только что сказала, что убили Шалуту. Кто это? Он был моим мужем. Он погиб не в сражении. Он погиб от того, что ты не сдержал своего слова. Поехали! Хан! 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 Моего взятя убили. Если бы мы чуть-чуть задержались, они бы убили моего сына. Почему? Почему они хотели убить вас? Когда отец вчера вечером вернулся в лагерь, он попросил нас передать всем, что если они согласятся, не оказывать сопротивления и сдаться Хану, тогда Хан не будет забирать у нас жен и грабить нас. Но эти люди разграбили простых Тэджиудов. Я с братом моей сестры пытался образумить их, но они сказали, что они люди долетая, и они хотят настроить Тэджиудов, чтобы мы снова восстали против Хана. Кто посмел нарушить мой приказ? Муха-Али, почему ты не перевел ко мне этого чертова наглеца? Хан, они люди твоего дяди Доритая. Тиму-Джин, что ты собираешься делать? Чего вы еще ждете? Эй, что вы делаете? Не дергайся! Тиму-Джин, я твой дядя! Ты должен знать, я твой дядя! Сегодня я преподам тебе урок, который ты должен запомнить. Я твой Хан. Это вино взволнует до глубины, но не опьянит. Хозяину дома радостно, когда его гостю хорошо. Мне хочется рассказать о многом, но я не нахожу нужных слов. Выпей кровь и слезы сиротки. Кровь за кровь. Кровь за кровь. Вождь татар Якичилян. Он умер. Наш отважный вождь Жалинбухе покинул нас. Он ушел в поисках своего покоя. Монголы! 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 Быстрее! Окружайте их! Всем не двигаться! Не двигаться! Быстрее, иди быстрее 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 Быстрее, давай быстрее Хан Где Хучар? Алтан, Доритай Доритай легко ранен Алтан и Хучар отпустили своих воинов на разбой Поехали со мной, посмотрим Возьмем он в всякий случай побольше людей Стоять! Стоять! Никогда Правда Правда Обещай мне Забыть сегодняшнее несчастье И остаться со мной Позволь мне отплатить тебе за твою доброту Тиму Джин Нет, Хан Почему Хидаан? Хан Еще 23 года назад Хидаан сказала Что даже И не надеется Стать твоей женой Чепуха Я возьму тебя в жены Прямо сейчас Сейчас же Нет Я Хан И никто не смеет мне перечить Если ты мне нравишься Значит я возьму тебя в жены Нет Нет, Хан У меня есть лишь одно желание Я буду твоей служанкой Все оставшуюся жизнь Нет Ты будешь моей женой Нет Служанка не смеет Позволь мне удариться Хидаан Не оставляй меня Ты мне нужна Я поставлю юрту У шатра Хана Если Хану понадобится его служанка Просто отправь за мной кого-нибудь Только у меня есть одна просьба Говори Я прошу отпустить Хана Доритая Я не хочу, чтобы у тебя с дядей Из-за меня возник конфликт Нет Я схватил его потому, что он посмел ослышаться меня Своего Хана Но его ошибка произошла из-за меня Даже если он и заслуживает наказания Люди будут говорить, что ты сделал это только для того, чтобы отплатить мне за то, что когда-то я спасла тебе жизнь Поэтому прошу тебя, отпусти его Ладно, я отпущу его Спасибо, Хан А теперь позволь мне Удалиться Субутай Здесь Пойди освободи Доритая Есть Хан Двое Тайджиудов просят встречи с тобой Один пришел вчера, а другой сегодня утром Говорят, у них важная информация Позволь мне удалиться Хедаан Не оставляй меня Ты мне нужна Я поставлю юрту у шатра Хана Если Хану понадобится его служанка, просто отправь за мной кого-нибудь Только у меня есть одна просьба Говори Я прошу отпустить Хана Доритая Я не хочу, чтобы у тебя с дядей из-за меня возник конфликт Нет, я схватил его потому, что он посмел ослушаться меня, своего Хана Но его ошибка произошла из-за меня Даже если он и заслуживает наказания, люди будут говорить, что ты сделал это только для того, чтобы отплатить мне за то, что когда-то я спасла тебе жизнь Поэтому прошу тебя, отпусти его Ладно, я отпущу его Спасибо, Хан А теперь позволь мне удалиться Субутай Здесь Пойди освободи Доритая Есть Хан Двое Тайджиудов просит встречи с тобой Один пришел вчера, а другой сегодня утром Говорят, у них важная информация о Доритая Хорошо, приведи их Есть Вы хотели видеть меня, что хотите сказать? Я пришел, чтобы просить о наказании Хан, я пришел просить награды Тогда пусть сначала скажет тот, кто просит о наказании, в чем твоя вина Когда люди Доритая один за другим ушли от него, я помог ему выбраться из окружения армии киятов Если ты так предан ему, то зачем ты пришел ко мне? Торгутай Это жалкий самолюбивый человек, который не заслуживает моей преданности Я спас его, потому что не хотел предать своего хозяина Хан, ты же настоящий герой степи, которым люди восхищаются Поэтому, хотя моя жизнь под угрозой, я пришел к тебе Как тебя зовут? Ная Ты не знал, что мы с Торгутаем здесьшие враги? Знал Еще бы ты не знал Пусть теперь говорит